Да, когда я готовился, ну готовился хоть с весны, но долго, но упорно готовился, к переезду сюда, в Потерявку, и многие мои земляки, ну звонили там, спрашивали, ты уезжаешь, ну говорю, да, готовлюсь, не передумал, нет, не передумал, многие все-таки думали, ну уже зима, ну уже, уже зима, ну почти зима, да не уеду никогда, даже сказать, да ты еще, там один мой сосед, Скорпат, вот, ну он три месяца работает в Подмосковье, а три месяца дома, и он говорит, где дома? На Украине, и говорит, вот я приеду на следующую вахту, ну и вахта закончилась, через три месяца, говорит, приеду, я тебя еще застану, но он не застал, то есть, ну и такие были разговоры, то есть, зачем ты едешь, вот, ты можешь купить землю, там дом у нас на Украине, там у тебя все есть, есть возможность, Ну, на что я отвечал, что вам, конечно, трудно понять, мне трудно вам объяснить, потому что вы не понимаете, что такое вера истинная, когда ты всю жизнь свою отдаешь в руки Господа, Иисуса Христа, и ты живешь совсем по-другому, абсолютно, это, ну, это трудно объяснить, то есть, возможно, лет шесть назад мне, наверное, трудно бы кто-то объяснил, Хотя я не встречал, вот, не встречал я, вот, до какого-то, получается, года, сейчас, ну, до одиннадцатого года, я не встречал, может, я не интересовался, не искал, но не было компьютера, конечно, а так ты не везде-то встретишь, это сложно, благодаря, конечно, компьютеру, вот это знакомство, и к вере я пришел, истинно, благодаря компьютеру, это правда. И сюда попал, поэтому, да, я думаю, девяносто девять, ну, одна мать, конечно, мать так по-матерински сказала, говорит, ну, куда тебе, сынок, деваться, действительно, и там тебе нет места, и там нет места, и так как-то, да, пожалел, говорит, жалко, я хотела с тобой доживать свою жизнь, то есть, а получается, ты выезжаешь, и, вот, ну, еще мой товарищ, мы вместе с ним, как бы, детство провели, мы росли, вот, вместе, и он, ну, он один единственный, который немножко меня понял, там, ну, он уже не, последнее время много смотрит ваших роликов, он знаком с сайтом, там, ну, постепенно движение к Богу началось у него, поэтому и понимание появилось. Хотя, я думаю, не до конца, это сложно понять. Ну, они, когда тебе говорят, у тебя не возникает, ну, свободное время, чтобы ты так вот остался один, и их слова всплывали перед тобой, и ты начинал думать о самом деле, может быть, и раскаюсь когда-то, и тогда эти товарищи, которые говорили, ну, что, убедился, что мы правы были? Нет, никогда этого не было, никогда, ни разу. Было одно, вот, когда я уже затянул, действительно, смотрю, уже, уже и морозы начинаются, и это, и я, как-то так, ну, может, искушение такое небольшое было, я начал молиться, Господи, а может, у меня другой путь, почему так, ну, вроде, вроде не получается, как будто уже. Ну, и попросил Господа, говорю, Господи, ну, если, если что-то действительно не так, может, что-то где-то ошибку сделал, может, не туда ступил, подскажи через кого-то. И, вы представляете, в течение часа мне звонит Надежда Васильевна, это было где-то, это было еще где-то в конце сентября, вы были у Потеряевки. Да. Ну, Роман, в течение часа это произошло, то есть она звонит, Роман, ну, где вы? У меня холодильник поломался, не работает, когда вы приедете? Да, говорю, ну, не знаю, уже собираюсь, вот-вот-вот, ну, а то мы здесь откроем мастерскую, напишем ремонт там, как-то она говорит, мастерская по ремонту бытовой техники, что ли, такое? Ну, говорю, хорошо, то есть, буквально Господь в быстрое время меня утвердил в этом, вот, а так, даже если взять веру, вот, бабушка Агафья, моя, по линии матери, то есть она была верующей, она читала Библию на Старославянском, вот, она была припоясана, ну, это, возможно, она считала, что это элемент одежды нашей, гуцульской, но она была припоясана. На моих глазах происходили разные вещи, конечно, я тогда не понимал многого, но это было заложено в моем раннем детстве. Вот сегодня вы на собрании говорили, действительно, у евреев есть такая пословица, что дайте нам ребенка на воспитание до пяти лет, а потом делайте с ним, что хотите. То есть основное воспитание, основное, что воспринимает ребенок, это до пяти лет, основную массу мировоззрения. Ну, я сделал исключение, что это, когда они берут во внимание благодать Духа Святого. Благодать Духа Святого ощущает и с нуля начинает. Я вот, я сколько знал, под обращение, сказать невозможно, сколько я учился. Я понял, не нужно. И когда говорю, люди не верят. Я говорю, ты веришь, что вот я помолился, и Бог дал мне знание, Библию, память, но это верим. А теперь, чтобы мне место освободить в мозгах старое, я помолился Богу, чтобы Бог убрал из меня все. Я встал, у меня голова чистая, ничего-то не помню. Да не может быть. Вот видите как, у вас веры в это нет. А это у святых было такое. Я помолился, и у меня как будто никогда ничего не было. Я этих знал анекдотов, там душой общества, где встречался был. Я понял, это мне не надо. А оно всплывает. Господи, удали от меня это, мне не справиться с собой. Отвергнуть себя. За всю жизнь мою, за всю жизнь, вот ни одного раза, даже не могу себе представить, чтобы у меня было какое-то малейшее сомнение, что вот есть же люди, а баптисты, ну баптистов у нас мало, у нас много яговистов, много этих андвитистов. Они же, особенно яговисты, они постоянно ходят и постоянно разносят там свои брошюры. Ну я относился к ним, можно сказать так, с уважением, я брал у них брошюры, я читал их, вот, и считал, что они ничего плохого не делали. Ну, то есть я не понимал истины, это веры. И поэтому я, но я твердо был уверен, что православие это истина, и ни на шагу, ни шагу, ни влево, ни вправо. То есть это, я думаю, это заложено все-таки в самом моем детстве было. Никаких сомнений никогда не было. Это твердо, я когда перебрал всю свою жизнь, это твердо я перед Богом говорю. Никогда. То есть истина, сейчас я уже читаю, сейчас я уже, благодаря вашим ресурсам, сколько я уже знаю, и уже Господь меня утвердил капитально. Ну вот ваши там, которые говорят, там это бывает. Вот у них бывают такие собрания, как у нас после службы, вот так вот все бывает. Да откуда ничего не бывает, люди ничего не знают. Ну, единственное, что там я так спрашиваю, что изменилось. Конечно, грустные новости, люди уходят с секты, уходят. Почему уходят? Потому что душа жаждет Слова Божие. А, к сожалению, в наших православных храмах, ну, не всех, но в большинстве, в большинстве не преподают людям. И душа уходит, душа попадает в капкан, в пасть. К этому врагу. Вот это. А на моей памяти я помню, как бабушка Агафья дискутировала со своей подружкой. Тетя Наталья была. Они вместе ходили в храм православный. Ну, это в советское время было. В советское время, конечно, это все было трудно. И были запреты, и там свои условия были. Ходили в православный храм, и потом, под конец жизни, тетя Наталья ушла в адвентисты. И на моих глазах они дискутировали. Бабушка то, что-то ей объясняла, объясняла там на иконе. Ну, там про крест. Ну, дискуссия была на моих глазах. А потом, когда тетя Наталья умирала, и я вот помню такую картину. Бабушка с такой грустью и слезами в глазах она сидела и так, говорит, вот вместо креста, говорит, на столб заработала, то есть заслужила. Ну, я тогда... Чего заработала? На столб, то есть не кресты у них, а столб просто на этом, на кладбище там. То есть она с такой болью, болью такой высказала. То есть она переживала, очень переживала. Мы ходили тут к баптистам. И у них было тогда писятники, вместе были. Но писятникам тут молиться не давали на их языках. Ну, и был один такой у них очень ревностный, Иосиф Иванович Мельников. Или Мельник, или Мельников. Ну, и он нападал на православных, и все. И он был одноглазый. Он где-то отбывал срок, и там в лесу его стучок ударил. Ну, а дальше никаких связей-то с ним у нас и не было. Никак. А моих-то доводы-то он слышал, что я рассказывал им это. И вот что интересно, он самый ярый был против нас. Ничего нельзя было надеть. Когда он выходил на кафедру, мы сразу поднимались и уходили. Он с кафедрой кричал, подожди, Игнатий, не уходите! А его там свои-то баптисты, тоже, видать, трепали за это. Ну, что ты тут? Каждый день одно и то же там против икон. Ну, баптист. И его Господь как-то коснулся. И коснулся так, что он, умирая, сделал завещание. Ваши тумбочки на могиле мне не нужны, чтобы был крест. И позовите Игнатия, чтобы он крест принес. Представь, мне передают, Иосиф Иванович очень больной. Ну, а дальше это что? Дальше он умирает. Мне сразу сообщают, я еду. Еду, но крест родственники, а родственники, видать, не пятидесятники были, а может, и какие они были. Так, Володя, тут вот этот вот край, я не знаю, еще так сниму или обрезать надо его, вот этот край. Обрезать, конечно. Ну, а ты обрежешь туда. Я сейчас убираю. Ну, крест я взвалил и несу впереди всей процессии. А тут был Толстенко Сергей. Подошли, уже, видишь, нести-то далеко на кладбище-то. А я его несу один. Но они подошли, они, ну, нельзя, крест-то если возьмут, осквернятся. А тут, видимо, забыли про все и подходят. Ну, давай мы понесем. Видишь, что я, и тяжело крест-то одному нести. А я не даю. Так и не дал никому. Не дал. До конца донес. А они, о, больше радости нету, как нести крест за отступником-братом. Всю жизнь работал для Бога, а теперь к идолопоклонникам подался. Иосиф Та Иванович. Вот такое я знаю. Я знаю силу молитвы. Иосиф Иванович был самый ревностный из пятидесятников у баптистов. А пятидесятники более ревностные, чем баптисты. В большинстве своем. Так, Володя, я опасаюсь упасть. Ты подними туда. А там лежит уже. Ну, маленько ее сдвинь, а эту положи рядом. Поднять надо убрать. Ничего на пешку не ложить. Это пойдут на семена. Дай-ка я руки вымыю. У нас маленько протекает вот это, ну, вражок. Там и баночку ставим вот сюда, под нее. Вот помыть руки, тогда уводим. А потом вместе поставим. И вот Иосиф Иванович, это когда хоронил, так это у них тут вошло, понимаете, в такое недоумение, что никто так с православием не воевал. Никто, как он. Но вся суть-то в том, что я лично его видел каждое богослужение у них. Мы посещали баптистов четыре раза в неделю. Сколько богослужений на всех мы были. И вот приходит одна душа, вторая, третья. Там у них паника какая была. Это Бог так делает. Это вот что такое миссия. Мы проехали по Украине, там везде оставили след. И баптисты, всех бы, Маловузовская 3 в Москве, издали указ. Энфиклика их как папская. Такой-то, такой-то. Ездит и... Чтобы нигде мне слово больше не давали. А сегодня пишут, говорит, начался обратный отток. Обычно православный отток, а тут еще. Сработали бы, всех-то не на нет бы могли сойти. Ну, этого нет, не работали. А все только разговор. Мне вот так-то мне... Ну, все понятно, ясно. Единственное, я никак не мог, то есть, смириться с одним моментом. Ну, это в отношении вас. Как вы можете, то есть, папе римскому подойти под благословение? То есть, мне это трудно было. Но потом постепенно Господь то издал. То есть, это ваша миссия. Вы смотрите вообще сверху. Ваша задача настолько донести, чтобы он, этот даже папа, понял, что он находится в заблуждении. Для меня авторитетов вообще никаких нет. Я папе, проехали, были в Ватикане, я подарил книги свои папе Франциску и Венедикту, которые на покой отправили. Для меня вообще какая должность. Я выше смотрю уголок их. Да, то есть, это миссия, это трудно. Понятно. И нигде за грани не переходить. А это, значит, такое шаблонное отношение. Вот все. Два пальца сложили, все, он дальше не может. Если три пальца, он разговаривать не будет. Никонянин проклятый. Вот два пальца, это нужно. А почему-то Хрисус благословлял. Во-первых, это не соответствует истории, историческим фактам. Я на Берсеневке столкнулся даже. Ну, если тут, слушайте, тут каждый на этом стоит. Сектанты узнать очень легко. Первый, это отношение к иконам. Иконы, это идолы. Второе, никакого понятия о церкви вообще у сектантов нет. Никакого. Рукоположения нет. Каждый собрались, где двое или трое, там и Христос. Вот в лесу. Ну, церковь-то это не в лесу собрались двое и трое. Это собраны, во имя мое. Вы два пункта в одном предложении упустили. Они этого не понимают. И третье, учение о тысячелетии в царстве. Три пункта. Главные пункты, по которым легко узнать, что перед тобой стоит еретик. Ну, а теперь по этому направлению ты начинаешь работать, показывать. Вот я когда с ним встречаюсь, иконы-идолы. Практически все соглашаются. Какое бы большое собрание ни было, хоть тысячу баптистов, в конце все соглашаются. Иконы это не идолы. Не идолы. Я доказываю, что Христос не идолопоклонник. Он не идолопоклонник. Согласились? Конечно. Это так понятно. А как же Давид говорит, поклонись святому храму твоему. Как он кланялся к храму, где сплошь были иконы. Иконы снутри и снаружи. А где известны языки Ирия, 41-й главе, 17-й стих. Иконы, изображение, иконы. Икона. Ну, да Христос что? Почему он не сказал, что вы затащили капище? Это проект Божий был. У нас храм настоящий, говорящий о небе. А у вас как мертвый склеп, ничего нигде нет. И начинаем дальше показывать, как это переходило в храм. Теперь третья глава Деяния апостола. Петр и Иоанн шли в храм, сейчас молитва 9-й. Куда они шли? В капище или в храм? В храм. А там изображения были. Зачем они вообще ходили туда, в храм-то? Ну, там народ был. Да народу везде хватало. Они молились, написано, в час молитвы. Они ничего не понимают. Когда внешне смотреть, они отдельные места знают. Сектанты вроде бы говорят, знают. Хорошая проповедь бывает. А когда коснешься, глубже не знают. Вот сейчас Трампа этого избрали. У них нету священства. Солнце священства – это ересь. В первые века их называли безголовые. Голова – это священство, епископат. И он там что, где, как говорит, масон может в последних степенях. У них это разрешается. А масоны – это главные труженики у антихриста, чтобы его воцарить. Какая же там вера-то? Ты ему скажи только два вопроса. Ты можешь выступить перед своими, и галстук снять-то никак не может он. Он висит на этом галстуке. Да, это удалка. Все? Он же их понакидывал им, да. Даже простенькие, которые там стоят, вижу оба птицов, везде там все эти, которые, мужчины, в галстуках. Маленькие мальчики уже все в галстуках. Сказать зачем? Что это? К одежде относят? Он греет тебя, нет? Удавка. Тебя, вот этот был, Саша Биллый-то. Был у нас там, да. Ну, и он их загвал, столько там прокурора таскал, показывал, взял его и все. Ну, и бывают такие вопросы задают, то есть, ты что, к староверам подался, и это, ну, я думаю, земляки по-любому будут смотреть эти видеоролики, уже смотрят, скорее всего. Вот. Мы православные. Вот даже иговист у меня знакомый, он говорит, Роман, ты ходишь в дом торговли. Прямо так. Я говорю, ну, тогда еще говорю, ну, я, конечно, изменить ничего не могу, но это еще до знакомства с вами. А сейчас, когда я уже здесь, я смотрю, не торговли. Когда я еще молодым был, ходил, как бы, туда, на Украине, в наш храм, я видел этот хаос такой, бабушки там разговаривают, шум такой, дети, гам, плачут, свечами жонглируют, там, у меня внутренний как-то голос, Господи, неужели это в твоем доме так, у меня вот это, как-то внутри вот это кипело немножко. Но Господь так сделал, что я попал в тот храм, здесь, ну, не идеально, допустим, там, конечно, это нельзя идеально, но дисциплина капитальная, нигде такого я не встречал. Даже в Подмосковье храм, вот этот батюшка, о котором я рассказывал, Александр, я зашел в храм, и говорю, почем свечи? Она говорит, это, свечи не продаются, то есть они так, бери. Потом, имена писать, вот это, за умерших, за здравие, тоже, а иногда бывает в очереди стоишь, там, бухгалтерия, она там, на калькуляторах печатают, там, надо еще пройти, наверное, за два часа, за литургией, для того, чтобы успеть вот это все сделать, очередя. Здесь ничего нет, торговли нет, тишина, порядок, вот это то, что хотела моя душа, это действительно, это истинное православие. Благовествие, яговисты говорят, да, православные, вы там не благовествуете. Вот, пожалуйста, вот пример, мы благовествуем. Но им никогда не совершить то, что мы совершили, никогда, от океана до океана, от севера Бареносова моря, до южного, до Турции, с той стороны. Это невозможно, это нельзя, и при том, не просто идти, а такое давать, свидетельствовать. Ой, хорошенькая моя, давай сюда, давай, давай, вот так, а то упадешь на печку-то. Давай, иди, ешь, пей. Вот они, когда говорят, а не знают, если я говорю о баптистах, я у них десятки, наверное, лет посещал, каждое богослужение. Братский вестник у меня, целые пачки были. Вестник истины, отделенные баптисты. Я знаю, о чем говорить. Они никогда ни журнала не держали, ни службы не знают. А я у баптистов с кафедры проповедовал в разных-разных городах, столичных, какие там, сейчас, не знаю, и Харьков. Ну, даже, трудно назвать, где я у них не проповедовал. Поэтому, я могу выделить, вычленить то, что у них есть хорошее, показать. Это надо принимать. А как вы можете говорить, хорошо, а не взорами, там, Александр Глебович? Ну, как, я вижу, то, что он говорит правильно, а что неправильно. Вот он, сказали тебе, это идешь в дом торговли, да, дом торговли, пока ничего не можем сделать. Но дом торговли, люди в этом не были виновны, которые приходили, Бог их не, кого выгонял, которые участвовали в этом. И продающих, и покупающих, он не всех выиграл. Мы не продаем, не покупаем. Вот и весь ответ. Да, он дом торговли, но в доме торговли были люди верные Христу. Христос приходил, исцеление давал, у купальни и прочее. Ну, а мы должны согласиться. Да, у нас, скажут, да, у вас тут вертеп разбойников. Да, у нас этого нет. Торговли нету, ничего, но в других-то местах есть. Это вертеп разбойников. Мы это скажем. Почему? Не трудятся пастыри. А если бы сейчас вам дали вот большой такой храм, где тысячи людей идут, ну, и сразу закрыли бы храм и начали бы во дворе учить, а потом по одному, покаявшись, заходить, священники прошли бы вот это огненное очищение, счастилище. Вот и все. Тебе во сколько ехать-то? Поезд 9.40. В 9.40 поезд отходит. Сейчас сколько? Да, еще полдевятого я уеду. Полдевятого? Время уже полдевятого. А? Третья-четыре минуты уже. Смотри, что ты не отстал. Давай-ка. Ну, все тогда. Все тут у меня. Вот, книга лежит. Кто положил? Все? Да, все. Третья-четыре минуты. Пока. Все. Все.